Сыграть ногтюр на флейте водосточных труб эти люди не могут. Зато починить эту самую флейту запросто. Воронку трубы на седьмом доме по улице Гагарина повредила зимой глыбы льда. Ремонт ее для профессионалов особого труда не составляет. Тем более, что менять всю трубу нет необходимости. Как в конструкторе. Убрали поврежденный элемент и поставили новый. Дешевые сердито, говорят коммунальщики. У нас отработана система. У нас всегда на складе есть необходимые вещи, расходники. И по слесарным мероприятиям, и по электрическим вещам, и по уор. То есть вот такие мелочи трубы и так далее. Лучше помаленьку убирать, чем потом вязанность в большой и глубокой работе. Надо все вовремя и свое время надо делать. Если вовремя не починить водосточную трубу, дождь может смыть дом. В буквальном смысле. Вода потечет по фасаду, постепенно его размывая. Таит в себе опасность и поврежденный цоколь фасада, как в 11-м доме на Гагарина. От времени у дома отвалилась облицовка, и из-за этого между кирпичами образуются довольно широкие щели. Их нужно срочно заделать, иначе в щели попадет вода, и фундамент может разрушиться. Спасение дома сейчас в руках рабочих управляющей компании. Они заделывают все дыры в цоколе, до которых зимой было не дотянуться. Большая генеральная уборка затронула все дома города. Коммунальщики наводят лоск не только на фасадах зданий, но и полностью избавляют от хлама чердаки и подвалы. В период подготовки к месячнику, естественно, была проведена полная инвентаризация жилого фонда, который находится в управлении управляющей организации. То есть управляющая организация конкретная, каждая понимает, какие проблемы поадресно есть в ее фонде. И вот исходя из этого, как раз и было понимание, где водосточную трубу привести в порядок, где цоколь и так далее. Качество работ управляющих компаний проверяют чуть ли не под лупой. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.